Виолетта Ефименко Основная задача праздника. А что нового и интересного произошло в городе-регионе, расскажем прямо сейчас. Мы уже приступим окончательно к выполнению всех необходимых работ. Никто не забыт и ничто не забыто. Реконструкция мемориального комплекса началась в Десногорске. Но на этом хорошие дела не закончатся. Нет, конечно. Мы только их начали. В Десногорске прошла акция по посадке деревьев. У нас сегодня проходит турнир по дартс для занимающихся в секции, посвященной Дню космонавтики. В Яблочко. В городе прошли детские соревнования по дартсу. Нам снимет детский высоко быть первыми. В Десногорске прошло торжественное посвящение малышей в Гагаринце. Переходим к темам выпуска. В результате неудовлетворительной работы и постоянных претензий от жителей в Смоленском жилищнике сменится руководство. Ранее губернатор области Алексей Островский во время рабочей встречи с мэром Андреем Борисовым назвал ситуацию на предприятии предбанкротной. В результате Елена Васильевская, которая работала в компании в должности генерального директора, покидает свой пост. Дальнейшие кадровые перестановки пока неизвестны. При этом новому директору компании придется выводить жилищник из кризисного состояния и работать над качеством оказываемых услуг. По мнению главы региона, компании необходимо менять свое отношение к населению в лучшую сторону. Мемориальный комплекс «Курган Славы» впервые с момента своего открытия готовится к капитальному ремонту. С организаторами и участниками масштабного проекта удалось пообщаться нашей съемочной группе. Знаковое историческое место и один из символов Десногорска – мемориальный комплекс «Курган Славы». В своем нынешнем виде памятник, увенчанный огромным обелиском звездой, был открыт более 30 лет назад – 9 мая 1988 года. В этом году величественному монументу предстоит капитальный ремонт. Мы обратились в концерны, тем более, когда Петров, наш почетный гражданин, бывший депутат, стал генеральным директором. Мы обратились изначально, но были трудности, изначально все же убедили. Масштабные работы реализуются совместными усилиями депутата Смоленской области Михаила Лосенко, концерна «Росэнергоатом», Смоленской атомной электростанции и администрации города. Несмотря на объем и специфику предстоящего ремонта, проект работ успешно согласован и готов к реализации со стороны всех участников. Будет восстановлен плац, будет восстановлена подпорная стена, вся территория будет освещена и оборудована системой видеонаблюдения. Кроме этого, будет облагорожена вся территория мемориального комплекса, в том числе места захоронения павших воинов. Также откроется музей под открытым небом. В числе экспонатов – боевой самолет времен Второй мировой войны, который был найден усилиями поисковых отрядов. В этом году мы провели конкурсную процедуру по благоустройству территории Курган-Славы «Музей под открытым небом». С 1 апреля подрядная организация уже приступила к проведению работ. В данный момент для удобства посещения жителями мемориального комплекса делается пешеходная дорожка. Это все будет делаться до 9 мая, уже после 9 мая, после праздника Дня Победы, который пройдет здесь, на Курган-Славы. Мы уже приступим окончательно к выполнению всех необходимых работ на самом памятнике. Ход работ находится на контроле депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко и администрации Десногорска. Согласно проекту, полностью обновленный мемориальный комплекс жители-гости города смогут увидеть уже в 2019 году. Виолетта Ефименко, Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Названа причина провала грунта возле Смоленского государственного университета. В ходе восстановительных работ было установлено, что на стыке двух ливневых канализаций образовался пролом. Грунт постепенно вымывался протекающей водой, что и ослабило всю конструкцию. Результатом стала авария, которая случилась 11 апреля. Днем на углу улиц Нагина и Пржевальского перед зданием Смоленского государственного университета провалился асфальт. При этом в яму одним колесом попал припаркованный автомобиль. Пострадавших нет. Потрудиться, но при этом не только не устать, а еще и зарядиться хорошим настроением, как это возможно, узнала наша съемочная группа. Ухоженный и зеленый двор радует всех, но, как водится, для этого нужно немного потрудиться. Проявить свою активную позицию и просто хорошо провести время собрались жители Десногорска. Жемчужина Смоленской области, центр атомной промышленности региона. Как только не называют Десногорск. Такое высокое звание – это не только почетное, но и ответственно. А весна – самое подходящее время для того, чтобы по-новому взглянуть на родной город и сделать его еще лучше. У нас двор не очень озеленен и благоустроен по сравнению со всеми дворами, которые у нас есть в городе. Поэтому и пришла такая идея, и тем более нужно сплотить наших жильцов. Елена Леднева – вдохновитель и организатор сегодняшней акции по посадке деревьев. Активная жительница решила, что комфортная городская среда – дело рук не только администрации города, но и каждого жителя. Преобразить городской двор в зеленый сквер взялись большим и дружным коллективом. Акция добровольная и для участия требовалась немного. Хорошее настроение и готовность сделать свой город лучше. Масштабность и важность мероприятия были хорошо заметны по его участникам. Сегодня мы сажаем дерево липу. Если брать по науке, ямку мы подготовили, опускаем саженец, убираем мешковину. Надо город озеленять. Чем больше мы посадим зеленых насаждений, тем лучше будет экологическая обстановка в нашем любимом городе. Посмотрите по сторонам, сколько сегодня пришло поработать от мала до велика на небольшом участке территории. Поэтому приглашаем всех проявлять свою гражданскую активность, позицию. Благие дела не остаются незамеченными. Инициативу жителей поддержали и представители организаций. Накопали саженцев, организовали завоз земли. И, соответственно, это мероприятие у нас сегодня получилось. В качестве саженцев использовали 15 лип и 5 клёнов. Неприхотливые и наиболее подходящие для городской территории деревья. Как идет процесс, расскажите. Вообще замечательно. Мы даже не ожидали, что столько... Вы норму перевыполнили или еще пока не достигли своих показателей? Еще не достигли показателей. У нас еще все впереди. Это прекрасный пример того, как можно провести свое свободное время с пользой для себя и города. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Диснатова. С закона проекта «Независимом интернете» прошел второе основное чтение в Государственной Думе. В текст документа к очередному заседанию депутатов было внесено 37 поправок, большинство из которых уточняют полномочия государственных органов. Осуществлять централизованное управление сетью будет Роскомнадзор. Важной составляющей закона является создание национальной доменной системы. Это замещающая инфраструктура, которая будет действовать в случае блокировки интернета извне. Среди прочих функций ведомства значится контроль трафика и блокировка запрещенных в России ресурсов. Третье чтение законопроекта запланировано на 16 апреля. 12 апреля в честь знаменательного для страны события Дня космонавтики юные спортсмены Дартс-клуба провели турнир. На соревнованиях по точности и глазомеру побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Более 20 лет в Десногорске городской клуб по дартсу обучают своих воспитанников ловкости и меткости. Ребята с раннего возраста оттачивают навыки в бросках дротиков по мишени. И несмотря на один и тот же инвентарь, дартс является очень увлекательной игрой. Ребята с удовольствием посещают секцию и приобщают к этому виду спорта своих друзей. Я узнала, что моя подружка ходит на дартс и получается я сюда хожу уже 3 месяца 4, это точно. И когда я сходила на первое занятие, мне очень понравилось, я решила, что именно это занятие для меня. Занимаются в секции по дартсу девочки и мальчики всех возрастов. Самые юные спортсмены учатся во втором классе, поэтому на турнире команды разделились на две подгруппы – учащиеся начальной школы и учащиеся среднего звена. Проведенная перед игрой жеребьевка определила участников турнирной таблицы. Каждый игрок получил свой персональный номер. В игре очень важен набор очков, но для того, чтобы их набрать, необходимо долго и упорно тренироваться. Руку набиваешь от дрочков. Они же тяжелые, и там рывок должен быть правильный рывок, чтобы попасть в мишель. Игра продолжалась до двух проигрышей. Сражались спортсмены за призовые места в своей подгруппе. Турнир был напряженный, но атмосфера соревнований была дружеской. Игроки помогали друг другу в подсчете очков и давали рекомендации по метанию. В итоге после двух часов увлекательной игры определились победители. Младшей подгруппе первое место заняла Элеонора Хасько. Старшей первенства одержала Варвара Чумакова. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Романтика смоленских мест отмечена авторитетным мужским журналом. Издание советует мужчинам привозить подруг в Паазелье. Национальный парк признан одним из самых красивых и романтичных мест России. В здешних местах можно прекрасно отдохнуть от города, а заодно и произвести благоприятное впечатление на свою спутницу. При этом одним из плюсов парка отмечено его расположение. Добраться до него можно на автомобиле, а это экономит и время, и деньги. Кроме Паазелье, в рейтинг романтичных мест вошли берег Ладожского озера в Карелии, база отдыха в Кабардино-Балкарии и природный парк в Краснодарском крае. 12 апреля ряды детской школьной организации «Гагаринцы» во второй школе пополнились новыми участниками. Подробности с торжественного посвящения смотрите далее в сюжете. Начиная с 2003 года ученики второй школы ежегодно формируют отряды «Гагаринцев». Событие это значимое как для малышей, так и для школы в целом. Смена поколений происходит в школе раз в году, 12 апреля, в день первого полета в космос Юрия Гагарина. Вот и в этом году на сборе дружины по традиции присутствовали старшеклассники и ученики первых и третьих классов. Старшеклассники уходят, но им на смену приходит достойная замена. Третьи классы показали ребятам, как в дальнейшем они должны сдавать рапорт, как себя вести. И первые классы мы приняли в свою дружину. Новоиспеченным гагаринцам торжественно вручили членские билеты. После чего каждый сформированный отряд придумал свое название и выбрал капитана. Если честно, хорошо быть командиром, командовать всеми и делать все остальное. На мероприятии ребята не только получили новые знания о космосе и первом космонавте, но и спели много патриотических песен. Быть частью большого проекта и с гордостью нести почетное звание гагаринца научили на этом празднике всех малышей. Специалисты из Института региональной экспертизы составили рейтинг протестной активности российских регионов за март нынешнего года. Специалисты проанализировали число протестов, акции, количество участников в них и присвоили соответствующие баллы каждой области в составе России. При этом использовался поправочный коэффициент, благодаря которому удалось учесть демографические различия регионов. В результате лидером по протестам стала Ингушетия, на втором месте – Якутия. Смоленская область оказалась в зеленой зоне и заняла 70-е место в списке, благодаря двум протестным акциям, которые были проведены в марте. Никакой протестной активности не было отмечено лишь в Чечне и Чукотском автономном округе. И коротко о погоде. 16 апреля днем до 13 градусов тепла, ночью 2, преимущественно солнечно. На сегодня это все новости, все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disneydefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин